Праздник 1 сентября появился относительно недавно, в каком-то 1984 году. Создал этот праздник Бурюховецкий Федор Федорович, который был автором также многих других праздников, первый и последний звонок, прощание с букварем. Бурюховецкому, как и многим учителям того времени, приходилось работать с беспризорниками. В 43 году ему отдали единственное уцелевшее здание после бомбежек, которое, кстати, тоже было школой, состояние которой было просто ужасно. Не было ни чернил, ни парт, ни стульев, даже не было дров, чтобы элементарно протопить школу. Но Бухарецкий не отчаялся, он не ждал гуманитарной помощи. В начале весны он сел в огород вместе с учениками и педсоставами, чтобы уже осенью можно было делать в столовой суп, борщ или щи. Также они ходили вместе с тем же педсоставом и учениками, и кололи дрова, чтобы можно было топить школу. Бурюховецкий один из тех типов педагогов, которые вполне оправдывают свое звание. Никогда учителям не платили много денег, и учителя, которые идут работать в школу, прекрасно знают, на что они идут. И просто возмутительно, пока когда по телевидению выступают какие-то учителя и говорят, школа не обязана воспитывать и вдохновлять ребенка. Все, что обязаны сделать в школе, это предоставить знания, которыми должен воспользоваться ученик. Но нет, манда старая. Это именно и должна сделать школа. Она должна вдохновить и воспитывать ребенка. Сухое изложение текстов позволительно только в вузах, потому что люди, идущие туда, по крайней мере, как это должно быть, идут туда, чтобы получить необходимый материал, с которым можно работать. И уже в течение нескольких лет он выходит оттуда специалистом. Школа же должна вдохновлять ученика. Да, она не должна говорить, что курить это плохо или запрещать курить. Она должна показать что-то, что есть лучше курения. Сколько бы у меня не было претензий к высшему образованию, в школе у меня будет всегда намного больше претензий. И всякий скам, который преподает в школе, способен убить у ученика любовь к целой мать его науке, блядь! Неужели никогда ни у кого не было, чтобы какой-то блядский учитель, вонючий скам мог убить там любовь к физике, химии, математике? А такие есть! Их не то, что нужно лишать зарплаты, их просто нужно выгонять из школы и никогда не подпускать к этому священному зданию. Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, сказал очень хорошую фразу. Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать, потому что учитель способен вырастить гениального физика и гениального писателя или похоронить обоих. И не нужно тут говорить о естественном отборе. Как работает естественный отбор, когда, блядь, падает атомная бомба? Я 1 сентября всегда воспринимал очень хорошо. Летние каникулы меня утомляли, и я с огромным удовольствием и мотивацией шел в школу. К большому сожалению, школа в течение нескольких недель эта мотивация и удовольствие убивала напрочь. И всем, кто сейчас идет в университеты и школы, хочется пожелать только, чтобы их тягу к знанию все-таки не убили, и чтобы естественный отбор работал у лучших среди лучших. Эй, будущий Густав Либон, подпишись на канал и поставь лайк.